Между тем, на распространение вирусной инфекции может повлиять и потепление, которое стремительно приближается к центральным регионам России. Его влияние уже ощутили на северо-западе. Этой ночью атмосферный фронт достиг столицы. И днём, по прогнозу синоптиков, столбики термометров поднимутся до нуля градусов. А ещё накануне вечером было минус 9. В четверг в Москве потеплеет до плюс трёх. Не исключено, что будет побит исторический рекорд для 28 января. А в субботу ожидается повышение температуры до плюс четырёх, в воскресенье до плюс шести. По словам специалистов, никогда ещё годовая температура не менялась с такой невероятной скоростью. На смену морозов на европейскую часть идёт потепление. Его обеспечат юго-западные ветры и влияние мощного циклона. Он движется из Северной Атлантики. Прошедшей ночью к западным областям России приблизились атмосферные фронты. Сильный снег прошёл в Ленинградской области, а столбики термометров поползли вверх и приблизились к нулю градусам. Потепление почувствовалось в Смоленской, Тверской, Брянской и Московской областях. Сегодня активные атмосферные фронты окажут влияние на погоду большинства центральных областей. Пройдёт снег в Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях. Мокрый снег, ожидается гололёд и усилится ветер. На западе центрального региона возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение дня резко повысится до нуля. И такая тёплая погода продержится дней 10 до конца января и в первые пятидневки февраля. И всё это будет сопровождаться усилением ветра до 16 метров в секунду, туманами, гололедицей и зачастую обильными осадками. Несколько часов не прекращался этой ночью снег в столичном регионе. Из-за этого в московских воздушных гаванях были отменены около 100 рейсов. Сложные ситуации на дорогах в ГИБДД призывают водителей быть осторожнее и соблюдать скоростной режим. Продолжение следует...